Привет вам всем! В экспериментах на моей кухне, которые вы можете проводить в своих гаражах, лабораториях и даже в институте, я часто заряжаю вот такие вот мощные, емкие электролитические конденсаторы. Заряжаю я их довольно безопасным способом, используя высокоомное и очень мощное сопротивление. К примеру, вот такое. Заряжаю я их через один всего лишь диод, лишь потому, что данные конденсаторы, а таких у меня большинство, имеют рабочее напряжение всего лишь 200 вольт, даже не 220. Поэтому использование диодных мостов здесь категорически не рекомендуется. Но, так как я заряжаю их безопасно, процесс зарядки происходит довольно-таки длительное время. И чтобы мне не дожидаться с вольтметром в руках, когда же наконец зарядятся эти конденсаторы, я их соединяю в батареи, очень емкие, этот процесс может затянуться, я решил придумать довольно-таки хитроумное устройство, которое мне позволит контролировать заряд таких конденсаторов и оповещать меня о том моменте, когда они уже хорошо зарядились. Именно это устройство, которое будет помогать мне и извещать о заряде, я буду собирать всего лишь на одной вот такой вот неоновой лампочке, которую я буду использовать в качестве основного элемента с обвесом из конденсатора, парочки голубых резисторов и одного вот такого маленького PC-спикера или небольшого динамика. Вот это все, что мне понадобится для того, чтобы точно знать, когда же наконец эти конденсаторы зарядились и мне можно их использовать для своих разрушительных и устрашающих экспериментов. Давайте пошагово вместе со мной сделаем это извещательно-заряжательное устройство, ну а прежде, конечно, нам надо взять и сделать зарядное устройство для конденсаторов. Ловите вот такой крутой лайфхак, чтобы сделать зарядное устройство для емких конденсаторов, нам потребуется диод, который мы припаиваем вот так вот. Знаем, где у диода плюс, где минус, знаем, где у конденсатора плюс и знаем, где минус. Если не знаем, подсказываю. Вот тут минус, вот это минус, а вот тут, где ничего нет, это плюс. Диод надо располагать вот этой крашенной стороной к плюсу. Запомнили? Если запомнили, то быстренько берем грязный ржавый паяльник и припаиваем. Вот, хорошо. Даже пальцы обожгли слегка. Тут у нас все готово. И теперь к этому вот мощному припаянному диоду, который может выдерживать обратное напряжение в 1000 вольт, это стандартный диод, и ток до 1 ампера, мы припаиваем вот такое сопротивление. Номиналов на нем не нарисовано, но я вам скажу, что это полумегаомное сопротивление, а вот такая керамическая подложка говорит нам о том, что оно очень мощное. После того, как я взмахнул пару раз паяльником, я припаял это очень мощное сопротивление к конденсатору. Все. Вот такое симпатичное, красивое зарядное устройство мы соорудили. Это зарядное устройство для конденсаторов. Видите, сколько лайфхаков я вам рассказываю. Так, ну а теперь нам потребуется, наверное, сетевой шнур на 220 вольт, и желательно с вилочки, чтобы мы могли втыкаться в розеточку. Возьмем вот такой шнурок. Не берите шнурки от ботинок, они плохо проводят ток, а используйте металлические жилы. И вот рекомендую для экспериментаторов использовать жилы все-таки тоненькие. Почему? Ну, дело-то все в том, что если у вас произойдет некое короткое замыкание, и не дай бог длинное, эти вот тоненькие провода отвалятся, расплавятся и перегорят гораздо раньше, чем перегорит ваша проводка или сгорит ваша розетка. Ну, а возможно, выщелкнется ваш умный разумный автомат умного дома, и умный дом начнет материться на вас, мол, что вы тут такое творите на кухне или в гараже. Все, проводочки я припаял, можно, кажись, успокоиться. Мы можем заряжать теперь от розетки наш конденсатор. Но этот способ нисколько нам не гарантирует того, что мы вовремя узнаем, когда же этот конденсатор достиг нужных напряжений. И хотя я точно примерно знаю, что конденсатор с помощью вот такого зарядного устройства не зарядится до очень больших напряжений, потому что диод поделит напряжение 220 пополам, а это гораздо меньше, чем вот эти самые 200 вольт, которые тут указаны. Но безопасность должна быть безопасной. Будем соблюдать технику безопасности до упора и до предела. Итак, индикатор заряда, который я вам обещал. Делаем его из двух резисторов, конденсатора, неоновой лампочки и небольшого PC-спикера. Ну, я не знаю, стоит ли комментировать то, что я сейчас буду делать. Я буду припаивать конденсатор к резисторам. Ну, буду делать это вот так, дедовским способом. Смотрите, раз, два, и у меня конденсатор к резистору припаялся. Может быть, немножечко кривенько, может быть, немножечко косо, но получилось. Услышав чей-то голос за кадром, что же ты так криво все спаиваешь, тебя же дети смотрят, я решил немножечко подправить конденсатор и поставить его почти под углом 90 градусов, то бишь перпендикулярно. Знаете, дети, вот такое расположение углов пайки называется перпендикулярным, прямоугольным. Ну, и теперь я также перпендикулярно припаяю сюда второй синий резистор, который мне крайне необходим для моей самоделки. Со вторым резистором получилось паять гораздо проще, потому что первый стал основой и опорой. О, смотрите, какие лыжи из резисторов у меня получились для конденсатора. Чего-то тут, братцы, не хватает, да. Тут не хватает извещателя и неоновой лампочки. Ну, что же, давайте, с чего начнем? Что вам больше нравится, извещатель или неонка? Что бы такое сюда припаять? Ну, давайте начнем с извещателя. Пусть будет пищалка поперед планеты всей. Так, лыжи кверху и можно паять. Так удобнее. Немного канифоли и не будем канифолить кадр. Все, я припаял извещатель и он у меня отвалился. Очевидно, плохо припаял. Ну, что же, попытка не пытка, не правда ли, товарищи? Все, припаял, немножко подожду, потому что если я отпущу пальцы, он упадет. А вот теперь не упал. Значит, удачно припаял. Мудрые блогеры рассказывают нам о том, что припаивать неоновые лампочки это целое искусство. Ну, что же, понесем искусство в массы. И я очень аккуратными стежками, бросками, мазками и шурупами припаиваю неоновую лампочку к извещателю. Эх, не очень-то получается. Но это все потому, что между мной и паяльником камера находится. Ладно, уберу сейчас камеру и покажу, что получилось. Вот такая зашибенская офигенская конструкция. Должна и звучать хорошо, и моргать неплохо. Ну, а теперь эту конструкцию, а это есть не что иное, как свето-звуковой извещатель. Не свето-звуковой извещатель, а именно свето-звуковой, на тот самый конденсатор, который мы собирались заряжать. Вот он у нас с зарядным устройством, и вот оно извещательное устройство. Сейчас припаяю. Внимание! LiveView! Монтаж извещательного устройства на заряжательно-конденсаторное устройство. Делается вживую, да еще и на заряженном конденсаторе. Никогда так не делайте. Почему на заряженном? Ну, потому что мне лень было его разряжать, потому как разряжается он долго, а заряжается еще дольше. Именно поэтому я вот так вот осторожничаю и пытаюсь пальчиками не докасаться двух контактов сразу, иначе искры полетят. Ура! Кстати, вы слышите щелчки? Это говорит нам о том, что конденсатор действительно был заряжен, и сейчас даже не подключенный к сети 220 вольт, он показывает нам, что на нем есть заряд. А щелчками? Щелчками подсказывает уху. Не трогайте заряженные конденсаторы. Ну, а теперь мы все-таки продолжим. Несмотря на то, что конденсатор заряжен, я продолжу этот эксперимент и покажу вам, как будет изменяться частота этих щелчков и вспышек в зависимости от заряда конденсатора. Ну, вот вам ЭБТГ, о котором так много говорил Чернецкий. Этот конденсатор с зарядным устройством и извещательным устройством с моргающей неоновой лампочкой выглядит, как самый настоящий пепелац с гравицапой. Вы слышите, что вот эти вот моргания происходят достаточно редко. Это говорит нам о том, что конденсатор сейчас недостаточно заряжен, и его надо бы подзарядить, то есть для пушки какой-нибудь хрюшки или пушки гаусса он сейчас у нас не годится, его заряд уже почти истек. Ну что же, подзарядим. Я включаю вилочку в розеточку, а вы прямо на память или на глаз фиксируете частоту вспышек и вот этих вот щелчков. Но чтобы на глаз нам, как говорится, вольты не измерять, то давайте воспользуемся вольтметром. Сейчас я его поставлю так, чтобы аккуратно было всем все видно, всем все слышно и меня током не ударило. Повторяю, используйте низковольтные сети напряжением менее 220 вольт, низковольтные неонки и низковольтные конденсаторы для повторения данного эксперимента. А лучше, без соответствующей подготовки, не повторяйте его совсем. Данный извещатель рекомендуется только тем, кто проходил курсы повышения квалификации электриков и радиомастеров. Ну, думаю, танго синичками вы уже слышали, а точнее частота щелчков уже явно увеличилась. Давайте посмотрим напряжение и вольтаж. Диапазон поставил 1000. Будем смотреть по прибору, сколько 1000 вольт у нас сейчас на конденсаторе. На конденсаторе 107 вольт. То есть, уже доходит до своего предела заряд этого нашего конденсатора. То есть, больше 110 он, по идее, не должен нам дать. И вот частота этих вспышек и частота звуков как раз нам и говорит о том, что заряд практически закончен. Кроме того, что слышны отдельные щелчки, изменяя параметры вот этой емкости на более маленькую, вы можете заставить, конечно же, неоночку моргать чаще. И вот этот вот PC-спикер, он уже будет не просто щелкать, а вопить благим матом или не своим голосом. Но это кому что нравится. Мне достаточно и щелчков. По ним я уже понимаю. Это вот как в фильмах. Чаще-чаще тикает напряженная обстановка такая. И в кадре появляется какой-нибудь монстр. И под занавес маленькое такое наблюдение. Вот с помощью выпрямительного диода и резистора мы забили наш конденсатор, ну, зарядили, поправильнее, наверное, будет говорить, до напряжения, вот меряем напряжение, 117 вольт. То есть, загадка загадок, сколько же у меня в розетке, если поделив пополам, я получаю такое напряжение. Но в реальности никакой загадки тут нет. Есть некоторые законы Ома, опять-таки, для полной цепи, которые позволяют в этом конденсаторе возникать именно вот такому напряжению. Но я этого напряжения не боюсь, потому что у меня, во-первых, есть вот такой вот извещатель звукосветовой, ну и зарядное устройство с надежным предохранителем в виде шнура с очень тоненькими проволочками. Ну вот, вроде все рассказал. Схему, наверное, надо показать. Хотите схему? Пожалуйста. Ха, ребята, это опять я. Я тут все успокоится. Не могу с этими поделенными вольтами. Спросите-ка какого-нибудь гуру электроники или знатока супер-пупер, сколько будет 220 поделить диодом на 2? Ну и конденсатор зарядить. У меня получилось 130. А как у вас? Ну вот теперь уже точно. Все, пока. До следующих встреч. Слышите, как тикает? Наверное, уже скоро взорвется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...